Добрый день! В этом видео мы покажем как пользоваться автодомом Creos 2001 SL. Вот лайк! С правой стороны автодома находится внешняя резетка 220-12 вольт. Работает 220 только тогда, когда запущен генератор или есть внешнее подключение источника питания. Только тогда здесь 220 есть. 12 вольтовая резетка европейская маленькая работает в принципе всегда. Также с правой стороны находится кассета для биотуалета. Когда кассета заполнена, все что нужно открыть отсек, вытащить кассету для биотуалета, просто ее слить, поставить назад и просто закрыть. Также с стеклоков есть две решетки от холодильника, нижняя для вдува воздуха, верхняя для выдува. Она чисто для того, чтобы проходила вентиляция, не больше. Снизу автодома находится труба для слива бака сточных вод. Открытие бака сточных вод происходит изнутри автодома. Таким образом, когда вы там открываете, отсюда сливается вся вода, которую вы использовали во время душа или приготовления пищи. По левой части автодома находятся два фигурловины для залития чистой воды, отсек для газовых баллонов и внешнее подключение резетки 220 вольт. Для того, чтобы залить чистую воду автодома, нужно просто открыть горловину для залития воды, залить с обычной лейки воду, просто закрыть. Точно так же со вторым баком. Также снизу под машиной находится краник для слива воды из бака чистой воды. В автодоме стоит система Sequimotion, управление двумя баллонами одновременно. Для этого есть два газовых шланга, которые подключаются к двум баллонам одновременно и на самом редукторе есть управление баллонами с стрелкой. То есть, если вам нужно использовать левый баллон, стрелка должна быть налево повернута или же направо. То есть, мы используем этот баллон. Дальше мы просто открываем газовый баллон, нажимаем на зеленую кнопку запуска газа на шланге. Пошел газ, где ждем две-три секунды. После этого нажимаем на зеленую кнопку, непосредственно, на редукторе. Это тоже второй ступень пуска газа. Все, газ пошел в систему. Для того, чтобы перекрыть полностью газ у двух баллонов, нужно просто поставить управление газом на средней позиции. Ну, естественно, закрыть баллон. Внешняя резетка подключения 220. Берем обычный провод. Здесь обычная вилка. И просто включаем его в сеть. В багажном отделении находится внешний душ. Для того, чтобы его не пользоваться, нужно включить шланг и просто банально включить холодную или горячую воду. Работает только тогда, когда включен внутри автодома насос. И, ну, если нужна горячая вода, естественно, бойлер. Складывается точно так же. Засунуть шланг и закрыть. Главное, обязательно проверяйте, что выключена вода. Иначе, может быть, у вас выключен насос, вы подумаете, что вода выключена. И после того, как вы включите насос, пойдет вода и затопит весь багажник. Также сверху находится резетка 220 и 12 вольт, европейский 12 вольт. Ну, и лампочки для подсветки багажника. Для управления ступенькой и маркизой, а также вакуум-сточный хвост, нужно использовать вот эти вот панели, которые находятся прямо у входа. Теперь непосредственно по кнопкам. Начнем с этого меню. Эта кнопка отвечает за подсветку внизу здесь и на ручке. Эта кнопка отвечает за то, чтобы открывалась ступенька. Открыть. Ну, естественно, и закрыть. Нижнее меню для открытия бака-сточный ход. Поскольку в этой машине один бак-сточный ход, поэтому будет работать только одна кнопка, вторая просто для вида. То есть, close и опыт. Нажимаем опыт, бак открывается и сливается вода. Вот эта вот менюшка отвечает за открытие и закрытие маркизы. Когда на главном управлении включена режим AUX, тогда можно использовать эту кнопку. То есть, открыть маркизу или закрыть маркизу. Над входом в автодом находятся все пульты управления всеми системами машины. Начнем с главного пульта. Это общая система управления машиной. Здесь есть кнопка включения-выключения системы. Сейчас мы включили, загорается свет. Также находится кнопка включения внешнего освещения. Запуск насоса воды. Когда вы включаете насос, запускаются все системы. Закачивает воду в бойлер и по остальным по кранам. Это то, что мы говорили, что не надо забывать в багажнике внешний душ перекрывать. Потому что, когда вы запускаете насос, он туда будет просто на настоп качать всю вашу воду. Кнопка AUX для управления маркизой. Только когда включена кнопка AUX, работает маркиза от тех кнопок, которые находятся снизу. С левой части находится просто тест, который показывает, насколько воды у вас в баке чистой воды, сколько воды в баке сточных вод, зарядка аккумулятора салона и зарядка аккумулятора автомобиля. Ну и программирование всех необходимых вещей. То есть, если вам нужен таймер, или же запуск отопления в определенное время. Или же сигнал от того, что вот сейчас выключаем. Который будет сигнализировать, если у вас баки с залитой воды полные. То здесь можно все это сделать. Этот блок отвечает за управление инвертором. То есть, когда мы запускаем инвертор, появляется питание на кондиционере. Но работать он может только во время движения. Если вы будете использовать инвертор, когда автомобиль не запущен, он просто очень быстро посадит вам аккумуляторы. Также от инвертора работает одна резетка, которая находится возле микроволновки. Покажем мы позже. Следующий блок управления, это блок управления отоплением ALDE. Вот он запустился, он показывает температуру внутри. Для того, чтобы его включить, мы первое выставляем температуру, которую мы желаем видеть в машине. Подогрев воды на 70 или на 40 градусов. Если есть подключение внешнего источника питания, то можно включить подогрев воды от 220 на 1, на 2 или на 3 кВт. Сейчас выключено. И общее включение обогрева воды от газа. Ну и точно так же отопление. То есть, мы включаем от газа, запускается бойлер, начинается подогреваться вода и отопление внутри салона. Здесь жидкостное отопление, поэтому держит температуру очень хорошо. Сейчас нам отопление не нужно, мы его выключаем. Сверху находится блок управления детектором газа. То есть, когда мы его включаем, загорается детектор и сигнализирует в случае того, если у вас есть утечка газа. Оно проверяет, тестирует и начинает кричать. И с самого боку находится блок управления генератором. Для того, чтобы запустить генератор, нужно просто нажать красную кнопку. Загорается дисплей и ждем пару секунд и нажимаем зеленую кнопку до запуска генератора. Все, генератор запустился. На табло он показывает, сколько мощности он дает, потребление и все остальное. Для того, чтобы его заглушить, нужно просто нажать красную кнопку. Генератор не запустится, если питание автодома слишком низкое. Потому что, в принципе, для генератора нужно аккумулятор. Генератор можно запустить во время движения машины. Например, завести машину. Машина немножко даст питание. И также запустить генератор. В этом отсеке автодома находится микроволновка, которая работает от 220 вольт. Она не сильно большой мощностью, поэтому подогревает еду довольно-таки долго. Сверху находится вот здесь вот розетка от инвертора. Сюда сейчас включен кондиционер и сюда включена кофеварка. То есть, если включить инвертор, то от инвертора будет работать непосредственно кондиционер. Если вы хотите включить какой-то другой источник, просто нужно выключить и вставить сюда, что вы хотите включить. Но нужно помнить, что прибор, который вы включаете, не должен превышать 1,5 кВт. Холодильник работает от трех позиций. От 12-220 и газа. Для того, чтобы включить холодильник, нужно просто выбрать режим работы или поставить режим работы авто. Таким образом, холодильник сам выберет, какой источник ему лучше всего работать. Вот сейчас он выбрал газ. Во время движения машины он выберет 220-12 вольт. Во время того, как вы остановитесь где-то на стоянке, включите внешний источник 220, естественно, он включит от 220. Этим регулятором вы управляете мощностью, насколько он будет сильно морозить. Этой кнопкой включается разморозка холодильника, то есть ее нажимать не нужно. Рядом с душевой кабиной находится бойлер, где полностью идет раздача воды. Вон, видно, насос стоит. Этот переключатель отвечает для переключения баков воды, поскольку здесь два по 100. То есть мы переключаем или на один, или на второй бак. Также находится система сброса воды и газовые гребенки. Вот это главная система сброса воды. То есть когда у вас происходит какое-то событие, то есть, например, сильное давление, или же вам принудительно нужно сбросить воду, вы просто открываете вот этот вентиль, вставите в другое положение, и с задней части находится кнопочка. То есть когда вы переключаете, нажимаете на кнопку, таким образом закрывается система. То есть, или открывается она вот. Вот так. И нажимаем на кнопку, таким образом полностью опять включим. Возле кухонного блока находится система управления подогревом газа. Тут можно поставить подогрев газовых баллонов в данной модели. Он не подключен, его тут нету. Или же просто подогрев газа. То есть когда мы поднимаем наверх, включается обогрев газовых баллонов. Когда мы включаем вниз, идет просто подогрев газа. В этой модели есть встроенный телевизор. Для того, чтобы его опустить, нужно открыть эту тумбочку. И здесь нажать на кнопку. Тогда выглядит телевизор. Телевизор работает от магнитолы автомобиля. Сейчас покажем вам как. Для того, чтобы включить на телевизор изображение, нужно просто включить телевизор и включить магнитолу. Когда она запустится, изображение автоматом будет дублироваться на телевизор. То изображение, которое стандартное, Кенвудовское, оно будет немножко сдвинутая на телевизоре. Но если вы поставите DVD, то изображение будет полностью прекрасным. Вот на примере, если мы посмотрим на телевизор, оно изображение полностью дублируется. Когда мы включим режим DVD, вы поставите DVD или USB с фильмом, то автоматом, когда вы будете запускать кино, оно будет нормально уже на телевизоре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА